Генеральный спонсор «Место происшествия» – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Здравствуйте, в эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Пошел на таран. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Котельническом районе. Распорядился квартирой, как своей. Два уголовных дела в отношении главы юрьянского городского поселения Андрея Новоселова возбудили следователи. Пришел, увидел и угнал. Поднимите велосипед, постояло минуты три. И решили совершить преступление. Сотрудники первого отдела полиции задержали вероятного похитителя. Не смогла разъехаться. На улице Московская камера зафиксировала, как девушка-водитель въехала в припаркованное Рено. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Котельническом районе. Возле поселка Искра столкнулись Рено Логан и трактор МТЗ. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По информации госавтоинспекции, авария произошла почти в 11 утра на 316-м километре трассы Вятка. 26-летний водитель Рено Логан догнал попутный трактор. Водитель автомобиля Рено Логан, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным впереди идущим трактором МТЗ. В результате происшествия сам водитель автомобиля Рено Логан, а также его 29-летний мужчина-пассажир получили тяжелые травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Также травмы получил и водитель трактора МТЗ. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Инспекторы ждут результаты экспертизы на состояние опьянения водителя Рено. В Кирове на перекрестке улиц Горького и Воровского водитель автомобиля такси поворачивал налево и не пропустил Ниссан. Машины столкнулись, получили повреждения. В отношении водителя Рено за нарушение правил проезда перекрестков составлен протокол. На улице Красноармейской водитель Киа Спортейш объезжал яму и не заметил мотоцикл Ямаха с мотоциклистом. После удара двухколесный транспорт наехал на бордюр. В этой аварии обошлось без пострадавших. На хлебозаводском проезде водитель Шевроле Ланос отвлекся от управления и врезался в Фольксваген. Автомобили получили незначительные повреждения. В Яранске на перекрестке равнозначных дорог водитель ВАЗа 12 модели не пропустил помеху справа автомобиль Рено. Обе машины столкнулись и получили серьезные повреждения. Помощь медиков никому не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия. Два уголовных дела в отношении главы Юрьянского городского поселения Андрея Новоселова возбудили следователи Следственного комитета после прокурорской проверки. Квартиру, которую долгое время не могли дождаться малоимущие семьи, он передал в собственность своей знакомой. Ущерб государству составил более четверти миллиона рублей. Все подробности в рубрике «Сводка». По данным областной прокуратуры, в апреле 2014 года глава Юрьянского городского поселения Андрей Новоселов составил договор безвозмездной передачи жилья. Квартира оказалась в собственности у местной жительницы, которая не признана малоимущей. Как выяснилось, это уже второй факт превышения Новоселовым должностных полномочий. Первый случился в октябре 2014 года. С помощью главы Юрье житель поселка также получил квартиру стоимостью 230 тысяч рублей. Сейчас в отношении Новоселова Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Это превышение должностных полномочий и растрата чужого имущества. Также главе наверняка придется отвечать и за неисполнение решения суда. Расследование продолжается. Два пожара с разницей почти в два часа произошли 16 мая в Кирове. Сначала в два ночи в садовом товариществе «Шинник» вспыхнули две хозпостройки – предбанник и крыша. Причина пожара во вредной привычке отца – владельца садового участка. Мужчина покурил и оставил непотушенный окурок в пластмассовой пепельнице. А в Ленинском районе города в 4 утра загорелся садовый дом, хозяйственная постройка и забор. Внутри постройки никого не было. В итоге огонь полностью уничтожил здание и имущество. Предполагаемая причина – неисправное электрооборудование. Сотрудники первого отдела полиции задержали вероятного похитителя. 18-летний кировчанин подозревается в краже велосипеда. Молодой человек зашел в гости и в подъезде заметил велосипед. Заметил велосипед, постоял у него минуты три и решил совершить преступление. Зазял велосипед и поехал на нем домой. Сначала подозреваемый пытался продать велосипед через интернет, но это не получилось. И он сдал его в ломбард за 10 тысяч рублей. Это половина от стоимости велобайка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Сергей Пичугин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. Здесь, на этом месте, все и происходило. Что происходило? Происходило. Убийство. Ревность под градусом. Почему? Какая-то причина, ревность, оскорбление в отношении меня, что я не такой, какой надо. В Первомайском районном суде вынесли приговор 38-летнему убийце Ивану Абрамову. Пройдем. Зачем? Зачем? Составлять будем. Зачем? 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 Вышел из зоны комфорта. Слышали? То есть отказываются от прохождения. Так я не управлял. На улице солнечные активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали пьяного рецидивиста на Шевроле Ланос. Думал, что одностороннее. На улице Мельничной едва не произошло курьезное ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Первомайском районном суде вынесли приговор 38-летнему убийце Ивану Абрамову. По данным следствия, мужчина со своей подругой Евгением пришел в гости на квартиру к приятелю на улице Ананинской. Там произошел пьяный конфликт и в порыве ярости Иван задушил женщину. На следственном эксперименте он рассказал подробности. Это подъезд. Убийство произошло в квартире на втором этаже. Выпивали втроем. Затем хозяин дома ушел в магазин за водкой. Обвиняемый остался наедине с Евгением. Здесь, на этом месте, все и происходило. Что происходило? Происходило. Убийство и пьяная. Пьяный разговор о жизни и любви быстро перерос в конфликт. Видимо, потерпевшую Иван не устраивал как мужчина, и она в открытую ему это сказала. А потом, скорее всего, заявила, что уйдет к другому. Причина какая? Причина, ревность, оскорбление в отношении меня. Что я не такой, какой надо, то что я там. Я не знаю, как я не знаю. После этих слов влюбленного Ивана как будто подменили. Он бросился на Евгению, схватил ее за горло и начал душить. Произошло удушение, пришлось удушить ее здесь, именно здесь, руками. Я все... Вот таким образом я ее начал удушить. Давил до тех пор, пока женщина не задохнулась. Затем Абрамов закрыл дверь в комнате и скрылся с места преступления. Осознал, что произошло, подозреваемый скрылся с места происшествия. Вернувшийся из магазина хозяин квартиры, обнаружил тело потерпевшей и вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть женщины. Зачем мы это сделали? Цель какая была? Отомстить за злобу, за наговоренные слова, за пройденное все ею. Потому что я как бы... Нанесла она мне проблем не меньше. Плюс еще из-за этого меня взбесило то, что она наговорила, сколько я перенес с ней, когда можно было жить нормально, по-человечески. В итоге Первомайский районный суд приговорил Абрамова к 10 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный обжалует решение суда. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Пройдем. Начал. Не звучал. Составляет, да? Не сновидел, да? Вышел из зоны комфорта. Слышали? То есть отказываются от прохождения. Так я не управлял. На улице солнечные активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали пьяного рецидивиста на Шевроле Ланос. Пернатый пешеход. На улице Ульяновской водитель машины с камерой пропустил уточку. Вы смотрите проект Место происшествия. Мы продолжаем выпуск. Наверняка не прошел бы тест на детекторе лжи пьяный рецидивист на Шевроле Ланос. Сотрудники ДПС его задержали при помощи активистов ночного патруля на улице Солнечной. Там на парковке у развлекательного центра выпивший лихач подрезал трезвого водителя. И они повздорили. Через несколько минут рулевой Ланоса снова поехал. Но на этот раз его задержали полицейские. Автолюбитель уверял, что он не пьяный, не лишенный прав и вообще машиной не управлял. Усомнился в честности нарушителя наш корреспондент Сергей Пичугин. Пьяный водитель Шевроле Ланос выехал с парковки ночного клуба. Общественники направились за ним и уже через две минуты вероятный нарушитель общался с инспектором. С этого момента водитель Вадим Никитин правду говорить не хотел, занялся лукавством. Сначала заявил, что права он никогда не получал. Задержанный не хотел выходить из машины, а потом и присаживаться в патрульное авто. Общение с незнакомцем Вадим хотел прекратить одним движением руки. Из-за сильного запаха спиртного из машины ДПС вышли даже понятые. Тем не менее, Вадим уверял, что к алкоголю он не притрагивался. Во время административных процедур Вадим удивил всех, заявив, что за рулем Ланоса он якобы не ехал. На следственное состояние опьянения будете проходить? Слушали? Слушали, да? На медицинское следственное согласны проехать? Слушали? То есть отказываются от прохождения? Так я не управлял. Как выяснилось, водитель «Шевроле» уже попадался инспектором в пьяном виде. По данным ГИБДД он лишен прав. Это значит, теперь ему угрозит уголовная ответственность. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Московской камера зафиксировала, как девушка-водитель въехала в припаркованное Рено. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Московской камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП. Девушка на серой иномарке предположительно или «За Шанс» или «Шевроле Ланос» не смогла разъехаться со встречной машиной. После столкновения с белым Рено девушка вышла, осмотрела повреждения, потом позвала мужчину и он посмотрел. Далее, по словам автора видео, девушка уехала с места ДТП. Сейчас ее разыскивают. На перекрестке улиц Московской и Производственной универсал вылетался в кроссовер. В этой ситуации вина водителя универсала очевидна, он не соблюдал дистанцию. На улице Ломоносова водитель иномарки объезжал попутный форт и чуть не столкнулся с грузовиком. На повторе видно, что водитель грузовика вовремя среагировал, ему пришлось выехать на встречную полосу. На улице Мельничной едва не произошло курьезное ДТП. Автор видео был в шоке от такого маневра. Видимо, водитель Ауди не местный и решил, что здесь дорога с односторонним движением. На Слободском тракте гонщик на кроссовере едва не сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, который, судя по всему, нарушитель не увидел. На Октябрьском проспекте водитель девятки перепутал направление движения. Судя по видео, владелец регистратора попытался объяснить чудаку, что он может спровоцировать ДТП. На улице Воровского очевидцы наблюдали с виду пьяного пассажира иномарки. Молодой человек высунулся из окна иномарки. Он размахивал руками и что-то кричал водителю. И пассажиру стоит напомнить, что такие поездки могут привести не только к штрафу, но и к печальным последствиям. На улице Ульяновской водитель машины с камеры пропустил утку. Пусть, пусть, пусть. Бедняжка. Можно на месте происшествия отправить. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщайте по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи.